Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. В связи с ухудшающейся ситуацией с каждым годом с экологической, все больше огородников стараются как-то больше применять биологических, натуральных препаратов и отходить от применения агрохимии. В последние годы мы наблюдаем, что мы стали отпугивать насекомые, вредители все больше с помощью каких-то натуральных, вот деготь, табачная пыль, креолин, стали удобрять, в качестве удобрения применять натуральные всякие продуктовые добавки, настойки из продуктов, отходов. И вот я сегодня, а, вчера вернее, сегодня еще раз поеду. Вчера ездила в магазин, я каждый год покупаю что-то, ну в начале сезона. И то, что я купила, я вам расскажу. Я покупала все, и агрохимию, и для обработки от насекомых, удобрения, и натуральные. Но так как люди больше интересуются натуральными, вот этими биологическими, и удобрениями, и средствами борьбы с насекомыми, я начну все-таки с натуральных. И самым первым у меня будет рыбная мука, потому что сейчас, именно вот в это время, мы высаживаем в теплицу томаты, и многие спрашивают, что вы кладете в лунки, что вы добавляете в качестве удобрения. Я снимала уже один видеоролик, в котором рассказывала, что специалисты рекомендуют весной обязательно добавлять фосфор и калий. И рассказывала, что можно добавить суперфосфат, и там калий различный, любой. Но, если вы хотите вырастить все-таки экологически чистые, натуральные продукты, то можно вместо фосфора добавлять различные костная мука, рыбная мука, фосфорная мука. Я сейчас расскажу о ее качествах. Многие опытные садоводы-огородники на протяжении уже длительного периода с успехом заменяют вот эту вот пищевую добавку. Вот видите, у меня для домашних животных она. Можно купить пищевую добавку для домашних животных, вот эту рыбную муку. Можно купить специально садовый вариант, сейчас стал выпускаться, костная мука. Костная мука из костей животных, рыбная мука из костей отходов рыб. Все равно и то, и другое. Это натуральное удобрение, экологически чистое, очень полезное. Потому что кроме фосфора здесь содержится масса различных витаминов и микроэлементов, очень полезное. Намного полезнее, чем вы положите в лунку суперфосфат. Мы все прекрасно знаем, что применение агрохимии вот этих суперфосфатов, различных селитр, приближает качество и вкус наших плодов, выращенных в огороде, к магазинным. Если применять только одну агрохимию, они ничем не будут отличаться от тепличных, те, которые продаются у нас, выращивают промышленность и продаются в магазине. Хочется, конечно, иметь вкус тот, вот уже может быть у некоторых старинный, забытый, вкус натуральных овощей, фруктов. Помидор, чтобы был помидор, чтобы он имел запах, вкус помидора. Так, начнем про рыбную муку. Рыбная мука, хоть это и натуральное, экологически чистое удобрение, но применять его тоже нужно с осторожностью. Я сейчас скажу, какие нюансы нужно соблюдать. Во-первых, лучше всего, как и все фосфоросодержащие удобрения, вносить в грунт осенью. Все фосфорные удобрения, они длительного действия, долго сохраняются в земле. Весной, когда вы посадите, вы, во-первых, освобождаете себя от весенней работы, весной так много дел, и они осенью при внесении под перекопку, весной высадите, и все растения получат вот этот фосфор и все, что там есть. Но если вы не успели, можно добавить лунку при посадке. Но не злоупотребляйте, 1 столовая ложка, например, при высадке томатов, это достаточно. И то в том случае, если вы осенью не вносили суперфосфат. Если вы вносили суперфосфат, переусердствовать тоже не нужно, много фосфора растения ваши все равно они не освоят. Именно вот столько, сколько нужно. Если осенью не вносили, при посадке в лунку, пожалуйста. Если при посадке в лунку не успели, можно потом. Вот даже сейчас я посадила в теплицу, я ничего не добавляла, было некогда. Я сейчас рассыплю по поверхности, просто в луночку вот так вот, перерыхлю, и при поливе она все равно уйдет в землю. Это что так, что так. 20-40 граммов, не больше. Этого будет достаточно. Самое главное, вот взяли вы этот пакет, раскрыли. Так как это натуральный продукт, как все натуральные продукты, это скоропортящийся продукт. Там есть в составе жир, белки. И если вы открытый пакет не используете сразу, после хранения через 30 дней открытого пакета, половина всех полезных свойств он теряет. Если вы оставите в теплице, где влажность высокая, и температура тоже высокая, тепло, вот эти натуральные компоненты, всякие жиры, белки и все, что там есть, у них начинается реакция. Они окислятся, и вот эти побочные продукты, которые образуются в результате окисления вот этого натурального продукта, они вот это удобрение из полезного вещества превратят во враг. Это будет, короче, враг для растений. Вредно будет. Поэтому сразу всем говорю, не храните. Купили вот этот килограмм, 800 граммов, например, добавили в лунки, если осталось что-то лишнее, ну, раскидайте по тому участку, где вы собираетесь что-то другое выращивать. Не надо хранить, пусть применять сразу. У него очень маленький срок хранения, на будущий год вы его не можете оставить. Срок хранения вот здесь написано 6 месяцев. Если вы будете хранить его зиму при минусовых температурах, все, 50% всего, что там было полезного заложено, он потеряет. Вот это самое главное, самый главный недостаток вот этого удобрения. Но у него фасовка небольшая, килограмм. Он стоит 140 рублей. Вы можете его сразу открыть и сразу применить. Вот я даже вчера покупала, так как покупала все сразу, и табазол, и табачную пыль, накидала полную корзинку, рассчиталась. И только дома увидела, что товар просроченный. При покупке следите внимательно. Если вы можете минеральное удобрение просроченное еще как-то употребить, ему ничего не будет, то вот это натуральный продукт нельзя. Видите дату? Третий месяц 2017 года. Это прошлый год. А написано срок хранения 6 месяцев. Его должны были люди купить и употребить еще тем летом. Нынче, вот на этот сезон, это уже непригодное удобрение. И они делают нарушение, что, во-первых, продают вот этот продукт. А во-вторых, я, конечно, сделала ошибку, что не посмотрела срок хранения. Ну просто было много, сразу набрала много всего, всех товаров, и все проверять не стала. Так как табачная пыль, там, табазол, там, срок хранения не важен. Они, ну, такие удобрения и препараты, что они не портятся. А с рыбной мукой, хоть костная мука, любая вот то, что из натуральных, из пищевых продуктов, смотрите срок хранения. Просроченным товаром вы можете испортить свои растения. Сделать хуже, а не лучше. Все. Вот это краткий обзор рыбной муки и разговор на тему, чем можно заменить агрохимию в огороде. А именно, вот чем можно заменить суперфосфат. Не хотите выложить фабричный вот этот препарат, суперфосфат, пожалуйста. Фосфор можете заменить рыбной мукой, костной мукой, фосфорной мукой. Здесь, кроме фосфора, еще калий и железо, и всякие витамины, другие микроэлементы. Это очень полезно, безвредно. Применяя такие препараты, вы будете выращивать экологически чистые продукты. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова.